С какими трудностями столкнулись аграрии нашего региона в ходе уборочной кампании? Какие меры поддержки получают крестьяне? Смотрим далее. В предыдущем общая пассивная площадь сельскохозяйственных культур составила 1 млн 650 тыс. гектаров, что на 80 тыс. больше уровня прошлого года. Сама уборочная кампания началась вовремя, правда начавшиеся дожди притормозили ход работы. Избыточная влажность влияет на клейковину зерна и его стекловидность. И часть третьего класса пшеницы доходит до четвертого и даже до пятого и неклассного зерна. На текущую дату везде убрано 51%, это 400 тыс. гектар, 200 тыс. на молот составил. Но средняя урожайность составила 4,5, это вдвое ниже, чем уровень прошлого года. Также по пшенице у нас убрано 48%, урожайность 4,3 центра, тоже ниже уровня прошлого года. Также необходимо уточнить, что вот эти вот дожди последние недели, ход работ приостановили и также создались некоторые трудности по уборке, которые были свалены волки зерновые, создало трудность убирать. И напрямое комбинирование. Просто сейчас по погодным условиям сельхозтоваропроизводители ждут, когда влажность будет меньше. Хозяйством области выделено 2000 тонн удешевленного дизельного топлива на сушку зерновых. Но сейчас и сельхозтоваропроизводители, и управление сельскохозяйства волнует вопрос с засыпкой семян. Качественно сейчас убрать и по максимуму засыпать свои семена. Это первый вопрос. По остальным критериям, ну у нас картофелеводство, картофель убран 52%, 400 тысяч тонн, валовый сбор, овощи тоже. Но здесь надо отметить, что у нас картофель и овощи, это находится на орошении. И особо вот этого природного явления засуха они не зафиксировали. Здесь основной удар пришелся по тем зерновым и масличным культурам, которые находятся на багаре степи. На сегодняшний день из-за последствий засуха списано 188 тысяч гектаров, в том числе 153 тысячи зерновые, 34 тысячи масличные культуры. 115 тысяч – это пшеница. Здесь сказалось, конечно, что в течение трех месяцев отсутствие дождей и практически не было кущения, слабое кущение и недозревание зерна. Акты составлены, списки составлены, это более 167 хозяйств. В списке составлены, прорабатывается вопрос по пролонгации кредитования, чтобы отсрочить. Сейчас агрокредитные корпорации отработали акт, единый акт списания. Сейчас на данный момент отрабатываем заполнение их с районными, акиматами городов и районов. И в данный момент будет проводиться по пролонгации кредитования. По данным управления сельского хозяйства, все поступившие заявки на субсидии отработаны и находятся в листе ожидания. Здесь вероятность того, что сельхозтоваропроизводитель субсидирования получит при выделении бюджетных средств в текущем году, они получат в этом году. Если переносится на следующий год, то уже в листе ожидания они будут находиться. И что эти деньги они получат на следующий год, тоже вероятность 100%. Уборочной компании задействованы более 2280 тракторов всех модификаций, более 2280 комбайнов, в том числе 2140 зерноуборочных. Мурати Белмажит, Арман Якубов и это Сакпарат.